Поляковы должны были прыгать в 7.00, а потому мы прибыли на летное поле Монтогорского аэроклуба в 6.30, но они не прыгнули ни в 7, ни даже в 8. Да нет, вовсе не передумали. Просто деликатнейший Михаил Георгиевич, профессор, доктор технических наук, ведущий ученый в области обработки металлодавлением в России, а еще раньше в СНГ, а еще раньше в СССР, пропускал вперед себя молодых людей, чья жизнь была ознаменована двумя годами, прямо скажем, лихими годами службы в воздушном десанте. Сегодня их день улыбался Валяков. И в самом деле на календаре стояло 2 августа, и казалось, что добрая половина магнитки служила в десанте. И именно сей факт решила засвидетельствовать прыжком с парашютом. Ну что ж, ждать так ждать, решили мы. Зато поговорим. Будем условно звать курсанты-десантники. Тогда у меня вопрос к вам, десантники. Который это ваш прыжок? У меня будет шестой. Так, Даша? Первый. Первый? Да, первый. У меня второй. Все понятно. Я понимаю, что вот трем поколениям Поляковых на земле живется хорошо. И вы решили попробовать в воздухе все вместе, так, да? Да. Мы решили сегодня сделать прыжок трех поколений. Я вот старший, у меня шестой прыжок. Первый был в 1944 году. Здесь, в Моитогорске, на этом же поле, в этом же небе, в этом небе. Во время войны мне было 18 лет. Тогда я учился в техникуме. И в порядке военной подготовки нас отобрали курсантов для того, чтобы прыгать с парашютом. Кто Дашу уговорил, интересно? Ну, по примеру, дедушке пошла по стопам. Мы решили отвлечься от серых будней и свысока посмотреть на наши проблемы. У нас с вами серые будни, у нее светлые будни. Ну как, каникулы, скорую учебу. Надо же как-то запомнить. Ну, а затем выяснилось, что это вообще традиция кафедры, которой долгие годы руководит Михаил Георгиевич. Семейные парашютные трио и дуэты. Какой-то семейный подряд получается сегодня, так, да? Да. Отец и сын? Да, да, да. Который прыжок это ваш? У меня 25-й. У меня 9-й. Я понимаю, что парашют это, как говорят, первая ступенька в небо, а вторая какая будет? Самолет какая же еще. Дашу решили выпускать первой. Так положено. Новичок должен уйти в небо на глазах у всех. А главное, под контролем инструктора. Профессор Поляков с его пока шестью прыжками не мог претендовать на столь высокую должность. Но Даше, наверное, очень важно было видеть в этот момент глаза деда. Прошло вообще, не нужно. Прощало. Прошло,更 그냥. Прошло,但是. Прошло. Прошло. А это идет Даша, которая обещала Челябинскому телевидению эксклюзивное интервью после первого прыжка. Рассказывай. Понравилось мне. Самое интересное, это из самолета выпрыгивать. Вообще так классно. Там земля такая маленькая, красивая. И прыгаешь вообще страшно. Что, боялась? Нет, честно. Я старалась не думать. Ну, не знаю, страшно, конечно, там прыгать было. А в основном так это здорово. Поскольку за полетом Дашиного парашюта мы следили специально с еще одной камерой на земле, то, конечно же, потеряли из виду старших поляковых. И поехали искать деда и отца в кукурузном поле. Взяв с собой Дашу, у которой глаза позорчи наших. Ну и была еще одна причина, не скроем. Конечно же, нам хотелось стать свидетелями их встречи. Дашка, ну как дела? Хорошо. Я тебя поздравляю. Молодец. А я тебя с первым. Молодец. Ты хорошо вышел. Смело так шагнул. У меня, чтобы деваться некуда было. Я за тобой. Видел я, как Даша прыгнула из окна. Какую оценку ставите, профессор? Отлично. Пять. Пять, да? Пять. Молодец. 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 В этот день отпрыгались все нормально. Ужасы, я имею в виду нераскрытые парашюты или запутанные стропы, обошли этих людей стороной. Но аэродромная жизнь – это образчик жизни настоящей. И здесь случаются свои маленькие трагедии. Помните у Высоцкого? Один, который не стрелял. И здесь была одна, которая не прыгнула. Я всю жизнь хотела, я вот просто с детства хотела прыгнуть. У меня не получилось, да? Ну, не получалось, там разные обстоятельства. А сейчас что не получилось? Сейчас, ну, наверное, уже я так это перехотела. Время столько много прошло. Ну, просто страх, когда открыли эту дверь. Первый раз увидела все это. Ну, я думаю, получится все равно. Сегодня? А ты будешь, Саша, прыгать сегодня? Еще? Сегодня будешь прыгать? А? Ну, надо немножко собраться, да. Ну, я... Ну, в общем, испугалась пока что. Ну, у вузовского преподавателя нервы должны быть крепкие, правильно? Или, наверное, подорванные? Да, ну, я и на лыжах на горных катаюсь. Не страшно. А тут вот, может быть, не настроилась я с утра. Ты чувствуешь, хочешь заплакать сейчас? Нет. Мы камеру выключаем? Как истинный джентльмен, профессор Поляков вступился за честь женщины, тем более члена своего коллектива, и решил прыгнуть вместо нее второй раз в этот день. И поскольку на сей раз он был главным объектом нашего внимания, мы поехали его встречать в точно увиденное нами место. Михаил Кеоргиевич, это вы? Йо-йо! Михаил Кеоргиевич, у вас следующий юбилей 75-летие, так, да? Какой у вас план? Ну, план набрать побольше прыжков до этого времени, быть здоровым, осуществить все свои намерения земные. Вот, все-таки я научный работник, преподаватель. Вот. Внуков растить, внучек, помогать им, сыну, дочери. И поднимать их в небо, да? Да, и поднимать их в небо. Вот сына с внучкой поднял, теперь очередь за дочерью, зятем и внуком. Вы человек, в общем-то, точных направлений ума, так ведь, разученный, не романтик, так? А вот когда спускаетесь вниз, о чем вы думаете? Вы знаете, я думаю о том, что какая прекрасная жизнь все-таки.